Девушки отдыхают И собирают все курьезы воедино И битва за финал в Мегаспорте Прямо сейчас Обычно эти моменты Скрыты от глаз Но ЦСКА и Зенит сыграют уже в десятый раз Поэтому секретов не осталось Последние два матча завершились Крупными победами тех, кто выступал в гостях Чем можно объяснить турбулентность полуфинала? Действительно, чаша весов склоняется То в одну, то в другую сторону Все упирается в подготовку команд И действия игроков на площадке Когда кто-то крупно проигрывает Тренер проводит работу над ошибками Вносит изменения Игроки принимают ответственность И это приносит результат Еще роль играет ритм Какая из команд его поймает в следующем матче Но стоит признать То, что происходит в нашей серии Довольно необычно для баскетбола Это показывает, что уровень команд близок Хотя по результатам матчей так и не скажешь А как вы могли бы объяснить происходящее С точки зрения психологии? Вы говорите, что тренер работает над ошибками Вносит изменения в игру после неудачного матча Что приводит к победе А ведется ли психологическая работа с баскетболистами? Думаю, тут дело в гордости игроков и команды Они понимают Если проиграли, то должны отреагировать в следующем матче В то же время кажется, что команда, которая выигрывает В следующей встрече расслабляется И по-моему, в этом и кроется весь секрет Мы должны подходить к каждому матчу как к последнему Потому что проблемы начинаются, когда мы говорим себе Что впереди будут еще и игры и будет шанс все исправить А мы должны относиться к каждому матчу как к финалу Где-то у нас не получалось, наверное, должным образом подготовиться Наверное, больше ментально, чем физически Где-то у них, поэтому, наверное, такая разница в очках Удивительный факт Для победы в матче номер 5 пришлось оставить Каспера Уэйра на скамейке А лучший запасной сезона Мэлла Тримбл вышел в стартовой пятерке Небольшая деталь, которая изменила все Кроме улыбки на лице Каспера Она, как всегда, на месте Конечно, это сработало В моей философии нет игроков старта и запасных Мы не в НБА, у нас все иначе Это был тактический ход, сделанный исходя из выводов Которые мы сделали по предыдущим матчам Соперник тоже постоянно так делает Тренер Паскуаль начал встречу с двумя разыгрывающими Чего он обычно не делает Так что все превращается в тренерское противостояние Согласен ли ты с выражением «Дьявол кроется в деталях»? Да, определенно В плей-офф каждая мелочь важна Какие-то мелкие детали приносили победы нам И приносили победы Зениту В такой серии это важно, ведь Зенит — атакующая команда с отличным тренером И мы тоже такая команда, у нас тоже прекрасный тренер Насколько важной оказалась эта деталь В пятом матче серии в стартовой пятерке вместо Каспера Уэйра появился именно ты Не думаю, что это было так уж важно Это просто тактический ход, перетасовка состава Зенит поступил точно так же Они выпустили в старте Артеля и Фрейзера Мы решили ответить тем же Что будет в следующей игре, никто не знает Может, я выйду в старте, может, останусь в запасе Для меня это не важно Я буду выходить на паркет, давать команде свою энергию Но как ты себя ощущаешь, когда начинаешь матч в старте? Чувствуешь разницу? Не знаю, я просто настолько сконцентрирован на игре, что не придаю этому значения Стартовая пятерка или скамейка — разницы нет Мы снова в Мегаспорте, но впервые в этом сезоне снимаем не в день матча, а накануне ЦСКА ведет полуфинальной серии 3-2 И для выхода в финал красно-синим потребуется сломать систему Армейцы ищут способ вернуться в главную серию всего сезона А «Зенит» взял день отдыха и отказался от предматчевой тренировки Мы же пользуемся магией телевидения, чтобы по щелчку пальцев перенестись во времени, но не в пространстве И вот уже считанные минуты остаются для битвы номер 6 В этом полуфинале еще ни одна команда не выигрывала два раза подряд Более того, и «Зенит», и «ЦСКА» уже обменялись гостевыми разгромами И если тенденция не нарушится, серия в заключительный раз переедет на берега не вы В полуфинале бьются равные по силе команды Однако зрители так и не увидели ни одной упорной концовки Минимальная разница в счете 12, максимальная 26 Чтобы выровнять баланс по очкам, «Зениту» нужно победить в Москве плюс 25 Однако выиграл ты крупно или же броском под сирену в плей-офф значения не имеет Победа есть победа Конечно, разница в счете имеет значение, но не в плей-офф Тут важен только факт победы Они нас обыграли с разницей в плюс 12 очков, потом мы их, но это были всего лишь победы В этой серии уже несколько раз бывало, что команда оторвалась в счете И соперник понимал, что ему уже не вернуться Посмотрим, что будет в шестом матче, но главное иметь преимущество в счете И в конечном итоге победить Во время регулярного чемпионата разница, наверное, важна, но в плей-офф точно нет Серью трудно назвать близко, и проигранные матчи с такой игрой вряд ли можно было перевернуть Но сегодня мы бились У нас был шанс выиграть, в четвертой четверти мы были близко Просто не смогли реализовать свой план и завершить игру правильно Мы не были ментально готовы к пятому матчу серии, и тогда что-то пошло не так Правильно говорить не игра, а битва номер 6 Ведь за первые две минуты персональных замечаний было больше, чем набранных очков Винс Хантер замкнул навесную передачу Томаса Эртеля, подарив первый яркий момент в матче Центровой «Зенита» стартовый отрезок отметил 10 очками Амат Эмбай ответил ему 11, а гости обошли хозяев на плюс 9 Парадокс, но до этого в серии первые четверти получались более судьбоносными, чем четвертые Сценарий мог повториться вновь, однако у Каспера Уэйра оказалась собой собственная печатная машинка И он начал писать свой В первой половине разыгрывающий ЦСКА за 12 минут набрал 22 очка, реализовав 5 дальних бросков из 6 попыток А еще Тони Джекири за 2 минуты до большого перерыва мощно вколотил сверху, заработал фолл и затоптал под кольцом Винса Хантера Зенитовцам явно не хватило в обороне такого защитного специалиста, как Георгий Жбанов Понятно, что сейчас это уже не имеет значения, но на нас сказались травмы Дублевича, которая случилась еще до начала плей-офф Потом мы потеряли Курича, потом Жбанова, сегодня еще и Карасева Все это в сумме и дало такой результат Я хочу поздравить свою команду, сегодня мы сражались Конечно, мы держали в голове, что произошедшее в пятом матче недопустимо Но это плей-офф, тут случается всякое Бывают взлеты и падения, особенно когда есть проблемы с составом Один-два игрока не готовы помочь, и это уже влияет на результат В большом перерыве зрители не остались без яркого баскетбольного шоу Герои комиксов провели конкурс по броскам сверху Победил в нем Джокер или Бэтмен? Решать вам Кто самый крутой данкер между вот этих двух команд? Вот вы, ребят, как оцените? Самсон Ружинцев, 100% Самсон Есть, конечно, еще Игорян, с которым тренировались в Питере Который фигачит с игры, как ненормальный Поэтому я бы выделил Игоряна и Самсона А что скажет человек с прозвищем Матрас? Я на самом деле солидарен с Мирославом, да, и с Игоряном Вот то, что тренировались, он реально показывал хорошие результаты В начале второй половины ЦСКА оторвался на плюс 10 Но за полторы минуты Зенит набрал 12 очков подряд и снова вышел вперед В третьей четверти эмоции закипели Ливио Жан-Шарль заработал пятый фолл и отправился на скамейку куда раньше запланированного Андреас Пестиолес в лучших традициях жарких матчей скинул себя пиджак А на табло был равный счет 71-71 Такого перед заключительной десяти минуткой в этой серии еще не было Сегодня мы дали ЦСКА бой, сражались все 40 минут, но проиграли мы не сегодня Знаете, как говорят, баскетбольные боги не были к нам сегодня благосклонны Впереди у нас еще серия за третье место Сезон получился хорошим, и я жду, что мы сможем закончить его на мажорной ноте А сегодня мы бились и выложились по полной Верю ли я в баскетбольного бога? Да, абсолютно Иногда он справедлив, наверное, если мы не в финале, что-то мы сделали не так и не заслужили этого Я в это верю Разница три очка за пять минут до конца Первый клатч за все шесть матчей Зрители наконец-то дождались упорной концовки ЦСКА вновь пошел в отрыв, но трешки от Дениса Захарова и все того же Эртеля выровняли игру Каспер Уэр хоть и набрал в итоге 31, но решающие четыре очка подряд набрал Мело Тримбол До этого защитник набрал всего два, и то в самом дебюте встречи Каспер хоть и улыбался нам на тренировке, после матча он был предельно собран и без лишних эмоций Я здесь не для того, чтобы выйти в финал, а чтобы выиграть титул Мы очень рады, это была отличная победа, ведь в прошлом году мы даже в финал не пробились Но наша цель все та же, стать чемпионами Как по мне, так это ты выиграл матч во второй четверти Что это было? Какая-то суперсила? Я просто делал свою работу, мы начали не так бодро, и моей задачей было войти в игру и добавить в этом аспекте, что я и сделал Замена Уэйра на Тримбла в стартовой пятерке сработала Каспер очень нам помог, выйдя со скамейки, но в то же время он не сделал бы этого в одиночку Сегодня мы победили как команда Да, Каспер набрал 30 очков, но всего у нас в активе 97 Вся команда хорошо реагировала по ходу матча Каспер сегодня был одним из важных элементов нашей победы, но не единственным И вообще я не люблю выделять каких-то конкретных игроков Ротация сработала В следующий раз можем попробовать что-то новое, кто-то другой выйдет на первый план Посмотрим, как пойдет По игре ничего умного не скажу, потому что игра отличалась от предыдущих пяти встреч Где все происходило по одному сценарию, где одна команда доминировала над другой Сегодня мы решили устроить, наверное, баскетбольный праздник для болельщиков Показать сверхрезультативную игру Я думаю, что они остались довольны Для нас, для игроков, конечно, это огромный стресс Но я рад, что мы смогли победить и не доводить дело до седьмого матча У нас были шансы, мы заслуживали победы, как и ЦСКА Не могу сказать, что сегодня мы не наиграли на другой результат Или ЦСКА не заслуживал пройти дальше Обе команды сделали все, но соперник оказался чуть лучше в концовке Есть предпочтения, с кем хотели бы встретиться в финале? Нет, я скажу, что хочу видеть в соперниках по финалу лучшую команду И нет разницы, кто победит, Уникс или Лока Кто бы из них не победил, мы должны быть готовы Ну, все равно ведь есть команда, в противостоянии с которой завоевать титул будет легче Не сказал бы В Лока у меня есть пара хороших друзей, бывших игроков, которых я был бы рад видеть Но Уникс тоже очень сильная команда В любом случае, нас ждет сложная серия против мощного соперника ЦСКА решил, что уже достаточно Изучил Санкт-Петербург и закрыл серию в Москве Два года спустя армейцы вновь сразятся за кубок Белова Но пока непонятно с кем Зенита в финале уже точно не будет Петербуржцы упустили преимущество своего паркета И второй сезон подряд будут бороться лишь за бронзовые награды Развязка близка Сезон Единой Лиги ВТБ выходит на финишную прямую Но кто сказал, что ответственные матчи не повод для улыбок? Это баскетбольные и смешные Мы начинаем свой несерьезный хит-парад Такого вы точно не видели в нынешнем сезоне Пит-стоп и замена резины прямо во время баскетбольной гонки Раз, два, три, добро пожаловать на скамейку Точность, как известно, никогда не бывает лишней Но порой даже в таких ответственных матчах случаются непредвиденные обстоятельства Томас Эртель – французский маг Количество его результативных передач сложно посчитать Но в этом моменте сбиться со счета сложно Джоан Морган лишил партнера-ассиста Луи Лабери из Оникса никак не может найти себя в серии с Локом Промахи из-под кольца могут вызвать у него приступы ярости Владислав Емченко это подтверждает Не шутите с Каспером Вейером Самый маленький баскетболист лиги играет так, что соперники просто отлетают от этого крепыша Самая огненная пара нынешнего плей-офф О'Кара Уайт и Марка Снайт Как олицетворение всей серии между Локом и Униксом Тренд Фрейзер и его бросок по кольцу в матче с ЦСКА Тоже попадает в нашу подборку И сейчас вы быстро поймете почему Самый необычный бросок полуфиналов получился у Моррисон Дуро из Лока Кольцо даже на какое-то мгновение задумалось, стоит или нет принимать этот мяч И решила не принимать А промахом Джалина Барфорда мы заканчиваем наш выпуск Быстрый отрыв, хорошая передача, идеальный план Не тут-то было И на этом все Встретимся через неделю, чтобы вновь насладиться самыми необычными моментами Из единой лиги ВТБ Уникс и Локомотив Кубань В пятом матче серии выдали настоящую битву в лучших традициях плей-офф Лидер менялся 11 раз К большому перерыву краснодарцы убежали вперед на 8 очков Но во второй половине хозяева активизировались Рывок 14-4 нивелировал разницу А в заключительной 10-минутке уже именно казанцы владели инициативой Пусть и небольшой За 5 секунд до сирены Девона Кумперсел мог сократить отставание южан до 1 очка Но смазал оба штрафных Ненат Дмитриевич провел на паркете почти 38 минут Отметился 22 очками и 10 передачами Но даже такое выступление затмил Джалин Рейнольдс У американского центрового 30 очков и 11 подборов При показателе полезности в 36 баллов Джалин в России не первый год успел поиграть не только в Казани, но еще и в Санкт-Петербурге А потому самое время проверить знания русского языка в нашей постоянной рубрике Это Джалин Рейнольдс, игрок баскетбольного клуба «Уникс» И сегодня мы будем учить русские слова и их значения Не так уж и много Что это значит? Понятия не имею Ну, давайте попробую угадать Может что-то вроде агрессивный? Нет? А, понял Это вежливый? Когда ты мило общаешься с кем-то? Снова не угадал? Поддерживать? Даже не близко? Даже и не знаю Полотенце? Это значит полотенце? Вот это да Никогда бы не подумал По-итальянски это звучит вообще не похоже Снова не знаю Связано с погодой? Снег? Холод? А, ясно Ветер Брат Это значит брат Спасибо Снова сложно Скамейка А, скамейка Даже нет вариантов Это есть на арене Места в первом ряду? Понял, понял Это значит скамейка Как скамейка запасных Золото Золото Как это произнести я знаю А вот со значением сложнее Снова попробую угадать Время Какие-то украшения А, понял Это золото Я люблю золото Косичка 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 Ну что ж так сложно Давайте подсказку Это есть у меня Тату Что-то связанное с волосами Хвостик Афро Ох, я близко Борода Брови Буду перебирать все А, косичка Значит, именно то, о чем я думаю Трамплин По-английски, похоже, звучит Кажется Тачика Тачка Что бы это могло значить? Я это люблю Ну, значит, это борщ Суп Не еда Обувь Есть это нельзя Точно? Так, это что-то с колесами А, тачка Я, кажется, не знал, как это звучит по-английски Куда уж по-русски Тачка, на которой землю перевозят Удочка 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 Это связано с рыбалкой? А, знаю Удочка В России я еще не рыбачил Но меня тут уже приглашали на рыбалку Когда погода наладится, поеду Вообще, люблю рыбалку Это очень расслабляет и помогает привести мысли в порядок Что это такое? Я даже и произнести это не смогу Снова связано с едой Я пытаюсь подступиться и прочитать Но пока не получается Аки-пурчма Аки-пурчма Я недавно его пробовал, но не помню, как это называется Треугольник, жареный И там внутри мясо и картофель Это очень вкусно Не знал названия, но это определенно вкусно Аки-пурчма Пока-пока Пока-пока Аки-пурчма Аки-пурчма За вторые 20 минут Уникс набрал лишь 32 очка А разница на таблок финальной серии составила ровно 30 в пользу железнодорожников Девон Акумперсел сполна реабилитировался за упущенные шансы в Казани 24 очка Еще 16 кубанцам добавил Патрик Миллер Седьмой игре полуфинала Быть И по традиции завершаем выпуск подборка лучших моментов прошедшей недели Поехали Игорь Волькин в домашнем матче против ЦСКА почувствовал себя суперменом И взлетел над паркетом КСК-арена, чтобы подстраховать Дениса Захарова Суперспособностей форварда не хватило, чтобы пройти ЦСКА Но вполне достаточно, чтобы попасть в наш хит-парад Зенит, Санкт-Петербург Если знанием русского языка Джолина Рейнольдса проверка требовалась То с его навыками бросков сверху мы уже все очень хорошо знакомы Американский центровой продолжает проводить краш-тесты колец в баскет-холле Те пока что справляются Уникс, Казань На связи Краснодарской авиалинии Турбулентность противостояния Уникса и Лока привела команды к седьмому матчу серии Но не мешает баскетболистам устраивать авиашоу Владислав Емченко и Марис Ндур демонстрируют идеальное взаимопонимание И забирают третье место в нашем рейтинге Локомотив Кубань Сочетание элегантности и брутальности это про Томаса Эртеля и Винса Хантера Французский волшебник в очередной раз демонстрирует нам искусство паса А центровой двумя руками мощный колотец сверху И этот дуэт становится классическим Баскетбольный клуб Зенит И наконец первая строчка нашего хит-парада Тони Джекири наглядно демонстрирует, как должен действовать центровой по чужим кольцам За три секунды американец дважды роняет на паркет защитного монстра Винса Хантера И забивает сверху с полом Соперник в нокауте ЦСКА в финале единой лиги ВТБ И на этом на сегодня все Увидимся через неделю И не забывайте Баскетбол – это лучшая игра с мячом на планете Земля Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok